Уважаемый блогер, продолжается пикет в Перми против коррупции, но это лозунги, видите, позор депутатам-марионеткам, Басаргин, держи слово, ну и последний, Басаргин, Пермь, не остров русский. Ну, вы знаете, мне кажется, что в конечном итоге в России законодательная власть настолько себя дискомментирует, как будет верховный СССР, да? Ну, практически, можно сказать, что люди просто будут относиться к этому как-то так, хотя у нас есть опыт, там 70 лет, когда не было вообще законодательной власти, просто штамповал все решения, так сказать, исполнительной власти, там другая была уже конструкция, там съезд избирал и так далее, ну, конечно, в итоге, мне кажется, вот так же это будет. И, ну, видите, в стране нет реальной культуры протестов, оппозиционной культуры. Люди, ну, подумаешь там, кого-то избрали, кого-то не избрали, поэтому масса, население, чтобы воспринимало, так сказать, фальсификацию выборов и так далее, как нечто недопустимое. Тогда, конечно, у вас это не понятно, но так, это культура, они делают протесты, они делают, что хотят. А сегодня практически, ну, фракция оппозиционная почти вся проголосовала за властные инициативы и так далее, КПРФ, Кремьер, ну, это позор, конечно, ну, в другой стране, ну, такая страна, что делать. Вот мы получили такой парламент, я в 90-е годы, наверное, полагал, что в стране будет законодательная система власти, выборы и так далее, поэтому ушел здесь, когда КПФСК было, убежал, ну, в надежде, что будет политическая какая-то палитра в стране. Но, к сожалению, оказался в дураках, как сотни тысяч, ну, что порадовался к людей, офицеров, кто уходил, скажу, дверь, что нам было совершенно невозможно. Ну, пришли мужики, вот, я смотрю сегодня, депутатами, кто становится, ну, люди с такими биографиями, а кто возглавляет, там, Коля Десятками, у него базовое образование, заочный сетковский институт, еще один доктор в философии и так далее. Ну, кстати, все в России настолько нивелировано, настолько уничтожено все, и ученые степени, и выборы, и судебная система. Ну, как вот, ну, врать постоянно, там, делать вид, что есть судебный можно, конечно, получишь минимальный социальный пакет, но, как-то, я пока вхожусь без этого. Хотя, знаете, тоже с головой в стенку стучаться все тяжелее и тяжелее, потому что, ну, ничего нет в стране, ну, ничего нет. Вот, приходят мужики, бандиты, класятся, становятся уважаемыми людьми, что-то говорят, вот, филкотукив, ну, это же вообще, ну, тем не менее, тогда страна вот такая. А что в революцию 17-го, что офицерам было здесь, чтобы они же тоже видели, кто прихожий, шпанат всякий, тоже размещались, тоже. Ну, потом, кто-то переломали, кто-то перемололи, кто-то стал думал правами. Такая страна, такая история. Спасибо, Ваш, Бессонна, Зайболиточка.